В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. altesdefis.td.ru Здравствуйте. Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия одинарные лежачие фальси. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон. С правой стороны, если смотреть, вот меня. Мы сделали отгибку сумок 5 мм или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 мм. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальса на П-отгибке и ослабление фальса на Г-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков по металлу на разряд. Колледж водных ресурсов. Профессионально, качественно, 15 дней. В оборудованной кровельной мастерской. Телефон на экране. Продолжаем наше занятие. Другдневный практикум по устройству пальцевой кровли. Продолжаем заниматься устройством воротника. Передний фартук. Сделали все необходимые работы. Заготовили картину. И теперь у нас возникает вопрос, как нам сделать открытую складку, которая у нас слева. Для этого нам необходимы конвертные кровельные клещи. Но здесь имеется такая проблема, что у этих кровельных клещей конвертных у них губка под 45 и под 45 градусов. А у нас складка. У нас меньше градус. У нас складку для того, чтобы отогнуть корректно, нам нужны другие клещи, которые позволяют отогнуть эту складку корректно. И эти клещи, они сделаны с углом губки 22 на 40. Ну и мы продолжаем нашу работу. То, что мы имеем. Конвертные под 45 и 45 губки на клещах конвертных. И вот сейчас вы увидите, когда мы будем отгибать, мы линию гибокромки отогнем, но в то же время мы замнем вторую линию, которая у нас имеется. То есть, та, которая у нас идет под 90 градусов. Но ее не видно. Она находится под губками кромок. Сейчас вот нам приходится ее заминать. Для того, чтобы нам дать линию гиба, немножко нужно отогнуть линию гиба, чтобы получить... Ну вот сейчас мы начинаем риктовать, поднимать отгибку 35 миллиметров или унтерфальс. Ну вот сейчас вы видите, что линия гиба, которая у нас находилась, она замята. Продолжаем наши дальнейшие раскрытины. Вот сейчас нам нужно взять шаблон, шаблон бисектрисы. Вот шаблон бисектрисы у нас сделан заранее. И мы сейчас будем оформлять верхнюю часть картины, так называемый вассерфальс. Вот откладываем сейчас полностью полный угол ската. Проводим линию. Как делать? Здесь два варианта лассерфальс. Шаблон бисектрисы нам еще пригодится для того, чтобы делать именно линию гиба. А линия гиба это и есть бисектриса. Вот сейчас мы ее по шаблону прикладываем к заготовке нашей металлической и проводим линию бисектриса. Это будет линия гиба по шаблону. Теперь мы переходим на правую сторону. На правой стороне мы тоже откладываем полный угол ската. Проводим линию. Таким образом мы оформляем нашу кромку гидробарьера или вассерфальс. Ну и сейчас мы проводим также линию гибоскладки кромки гидробарьера вассерфальс. Это наша бисектриса. То есть все мы делаем по шаблону, потому что снова это все находить и прочерчивать это очень долго. Проводим еще раз линию, чтобы более четко это было видно. Специальная у нас линейка закройщика очень удобная тем, что у нее есть вот как вы видите такие зубчики снизу. Это как раз такие вот деления по 5 миллиметров. очень удобно. Очень удобно. Ну, все. Мы вот сейчас заготовили уже картину. и сейчас приступаем к тому, чтобы поднимать боковые кромки вертикально. Делаем это не спеша, потому что железо отогнуть сразу быстро невозможно. И постепенно сейчас вот сгибаем кромку вертикальную специальными клещами конвертными кроильными фермы Штубай, которые можно приобрести в интернет-магазине термо Алтес. Вот сейчас мы еще раз отгибаем кромку по линии гиба, потому что мы отогнули уже вот эта кромка. Она очень важно именно по ней отгибать. Как видите, у нас то же самое происходит, что уже мы показывали. То есть у нас эта линия, которая у нас вертикальная, она у нас тоже замята, ее нужно тоже немножко отриктовать, чтобы выпрямить таким образом, чтобы четко у нас складка была по линиям гиба. То же самое делаем теперь с левой стороны. Поднимаем нашу тоже кромку с лева. Кромка с левой у нас унтерфальс, унтерфальс. это кромка 35 миллиметров или отгибка 35 миллиметров или малая отгибка. Унтерфальс. Легко запомнить. Унтер офицер, унтерфальс. Унтер это под, унтерфальс. То есть это малая кромка. Унтерфальс. Унтерфальс. Работают конвертные крыльные клещи, которые можно приобрести в интернет-магазине, как я уже говорил, Алтес по одному клику. Там есть доставка, оплата, наличка и без наличка, и доставка в любой район, где вы проживаете. Можно заказать не только один какой-то инструмент, а можно для того, чтобы получить скидку, заказать набор, например, инструмента. Привет, на связи Михаил, менеджер Укалтес. Хочу в двух словах рассказать о нашей замечательной и легендарной кровельной компании по продаже кровельного инструмента онлайн. Укалтес специализируется на поставке профессионального инструмента по листовому металлу, специализированного кровельного инструмента, кровельного крепежа, специального кровельного оборудования, листогибов, гильотинных ножниц, вальцовочных станков и зиговочных машин. Компания работает с более чем 45 регионами России. Заказывайте весь кровельный инструмент в один клик на нашем сайте altisdefis.ru доставка в срок. Оплата за нал и без нал. Бесплатный звонок 8800-505-48-60. Фальцевая лекала Шачнева Александра Васильевича Описание применяется для быстрого раскроя радиусного гребневого фальца, построения линии сопряжения по трем реплерным точкам. Может применяться как лекала портновская, а также для построения узоров, рисунков везде, где требуется провести линию сопряжения двух пересекающихся линий. Может применяться для взрослого и детского творчества художниками, дизайнерами и так далее. Краткое описание. Фальцевая река Лошачнева Александра Васильевича Раскрой картин радиусного гребневого фальца. Быстрое построение линии сопряжения по трем реплерным точкам. Особенно подходит студентам кровельщикам, учащимся курсов по фальцевой кровли, а также учащимся курсов по фальцевой кровли, которые повышают квалификацию. КОНЕЦ КОНЕЦ